Не только на то, что русскоязычный игрок будет на финальном столе, но и на победу. Все-таки у нас единственный финалист в этом сезоне был игрок из Казани в Давиле, но у него все время был короткий стэк, и это был игрок-любитель. А здесь у нас, ну, основные надежды, чего же там грека таить, у нас были связаны долгое время с Анатолием Филатовым. Но, к сожалению, для него вот последний уровень перед перерывом сложился просто катастрофически. Он проиграл две трети стэка за полтора часа, к сожалению. И сейчас, пожалуй, основные надежды связаны с живущим в Санкт-Петербурге гражданином Украины Алексеем Хорошениным и Романом Коренем. Он очень важную раздачу выиграл непосредственно перед перерывом. Выбил очень сильного опасного оппонента французского игрока, одного из лидеров французского покера Климента Тьюми. И у Ромы сейчас полтора миллиона фишек. Но, к сожалению, у двух других представителей русскоязычного комьюнити, Артема Металиди и Анатолия Филатова, оба из которых играют на телевизионном столе, все со стэком гораздо хуже. Ну, а Толя верен себе. Он опять делает рейс уже с относительно небольшим стэком. Защищает большой блайнд Пенни, у которого уже миллион фишек, что, в общем-то, очень прилично. Даже выше среднего по нынешним временам. Хотя Пенни как раз все время сидел с коротким стэком австрийский игрок. Ну, наверное, лучший из тех австрийцев, которых мы видели на ТВ-столе. Ну, ничего, со шляпой-то снятый с Сальваторой Боновена и с шарфиком. Мы обязательно на таком флапе точно продавим. В очках то ли полда? Ну, он их положил рядом, да. А, ты миша такие очки, потому что я-то знаю, что-то ли давно. Кстати, я помню, линзы у него ли операцию он делал. Пока еще, по-моему, не делал. Не делал еще. Ну, самой перегородки он делал операцию. Ну, это да, но... Так, 31 в строю. Значит, еще один... А, нет. Ничего, не один же. Уже 400 ладро. Да, да, согласен. Обсчитался. Почему-то мне все 6 макс хочется. Чек-чек. Пошло у нас флэш-дро. Флэш не доехал. Но, в принципе, стрит могли собрать. Ну, по крайней мере, потерну не было бета с ничем. Ставки. Скорее всего, потерну то ли должен был быть какой-то дро, хотя все-таки он на дро у нас любит тоже продолжать. Сейчас мы АЛЭД задвинем. Или не задвинем. Ставку доборную. Понятно, что у Пенни здесь почти всегда валет. Может быть, даже валет дама. И, да, с рукой кота Пенни паст. Ставку доборную. Понятно, что у Пенни здесь почти всегда валет. Может быть, даже валет дама. И, да, с рукой, который не бьет валет, оплатить нельзя. У нас не может быть руки, который бьет. Думай, как будто восьмерка пришла. Ну, да, да. То есть тут либо 10-9 у нас. Могут быть. А так и сложно придумать руки. Что там? Туз-5. С рукой кота Пенни поставить. 5-3. Ну, 5-3 мог пойти Пенни. Такое, как и Филатов, затаять защитить. То есть, в принципе, есть все-таки у Пенни некоторые руки, которые платили на флопе. Он реально рейс готовил. Он вот так. 200 тысяч. А в случае с Филатумом, это может быть и блеф. Ну, что с от восьмерок мог доехать? Ну, вот, то есть, как бы, да. Ну, не знаю. Изображаем мы две руки. 9-10 из от восьмерок. То есть, мне кажется, 9-10 он бы стоял, нет? Ну, еще знаешь, 4-8. То есть, в случае с Толем, он такие руки тоже открывает. Но, если реалистом быть, да, вроде 9-10. Но я тоже вот думаю, ну, не тоже думаю, опять же, мы знаем Толем, что все-таки, когда у него там получается усиление, он может. Но сейчас такой стек, что мог он 10-9 чеком. Ну, он показал уже, то есть, Пенни видел два абсолютно его безумных блефов с абсолютно пустыми руками. Так что, ну, опять же, по логике, вроде бы, он не должен опять блефовать. То есть, ну, при этом, опять же, мы уже много раз говорим, что... Ну, а Пенни тут уже рука не имеет никакого значения. Ну, нет, Даму валит чуть лучше, чем Тулс валит, допустим, или Король валит, потому что все-таки 8-4 тоже, то ли здесь будет Пелью. Ну, по крайней мере, это и сильные руки нет у Пенни. Ну, раз так долго думал. Ну, а у него, понимаешь, что, у него 10-9 не может быть по розыгрышу, да, он на флопе бы Канбет не платил. Ну, валит или Дама? То есть, у него максимум вверху диапазона это Дама-Валет, ну, или валит-8. Ну, он уже вскрыл, он уже вскрыл, но просто эту руку нельзя выкинуть. Ну, обе эти руки, блядь вечер. Я согласен. Ну, ты часто это говоришь, но чисто психологическом плане, ты же понимаешь, что, ну, так долго думать с Валетом это не будет. Нет, нет, буду, буду. Ну, вот Пенни будет думать, посмотреть, как он долго думает над каждым решением, и он даже мучительный колл говорил тогда, вот, когда Толя блефовал Пенни, Пенни все дается непросто. То есть, Дама-Валет у него вполне здесь могут быть. Но разницы очень мало между рукой типа Валет-10 или Дама-Валет здесь, потому что либо Толя блефует... Это я с тобой совершенно не спорю, но при этом я уверен, что 99% игроков в Покер здесь, Дама-Валет, заколлировать намного проще, чем с Тус-Валет. То есть, просто потому что, опять же, вот мы говорим об уровне мышления, все-таки первый уровень мышления, он является базовым, как бы, да, то есть люди, прежде всего, смотрят все равно на свои карты. Но при этом ты сам хвалил Пенни. Да, мне нравится, как он играет, но здесь очень тяжелая ситуация у него, то есть здесь он думает вполне разумно, то есть, как бы, что бы у него ни было. То есть здесь его раздумья не говорят о том, что он плохой игрок. Я вот даже не знаю, хочу ли я пол сейчас или не хочу. Я думаю, что он лучше не надо мне укажет. Да, но видишь, тут тоже Пенни все взвешивает, но не может человек с таким имиджем вот здесь пол своего остатка стека, а при этом, а почему он ставит тогда 200? Вот, понимаете, вот тут, понимаешь, тут как раз даже Аллын... А, 400 тысяч. Ну, Аллын, вроде бы, как Аллын, но Аллын даже проще, вроде как, вскрыть здесь, чем вот такую ставку, ну, по Куми. Я не знаю, здесь чистое угадайка. Знаю Толя Филатова, здесь не хочется. Ну, то есть даже не буду пытаться сквозь его. Это плюс игры Анатолия Филатова. Интересно, кто засек? Ну, я думаю, что Толя засек. Он любит давить на оппонентов еще и вот в таком, что называется, разрезе. Ну, точно не Чидвик, не Металиди, точно не Голландец. Мы видим, он тихо сидел, спокойно. Ну, а Гордили вообще ушел куда-то, как бы. Он только что видел, я видел, как он вставал. Ну, периодически, Херальд мог засечься, но он тоже... Ну, в том плане, у него короткий стек. Гордили не пересадили, что-то стек? Я не знаю. А, он с другой стороны. Вот Джулианна Геральда просто короткий стек и, в принципе, иногда от людей с коротким стеком говорят, sorry, но просто... А мог и Гордили засечь. А, ну ты, что он отошел, но можно он отошел и... Он отошел, вернулся. Можно сходил за флором. Сам пошел, так, ну хватит уже, я привезу флор. Вот единственное, в чем огромный плюс, он собирается выбрасывать. Ну, давай выкидываем. В чем огромный плюс, вот стиле у нас 10-9. Да нет, в стиле игры Толи Филатова. Что вот я, например, как трус, я бы против Толи Риверт даже вот с карты типа Туз Валет не ставил бы. То есть я бы чекнул, потому что именно вот часто мы получим рейс. Вот, нет, оказывается, он не уходил, он просто встает и садится все время. Встает и садится. Шарик входит и выходит. Но если у Толи Блефтом бы показал... Ну, он еще оставляет с собой возможность показать. Ну, хотя мог и не показать. Ладно. Ну, хорошее начало уровня. Это важный банк очень был. И стало 600 тысяч. И сколько времени должно пойти в турнире, чтобы можно было засечь время? Нет такого. Ты можешь в любой момент, но если турнирный директор или менеджер сочтет, что ты слишком рано позвал, то он просто откажется засыкать время и откажет. Нам принесли составы других столов. Ну, вот можно полностью назвать состав стола, за которым играет Роман Коренев и Алексей Хорошини. Ну, вот Коренев играет с Робертом Хейгом, Себастьяном Тришем, Патриком Фашингом, Прайм Диллингом, Симеоном Найденовым, Майком Адамо и Джонни Лоденом. Ну, довольно плотный состав этого стола. И Хорошини намного легче стол. Там Фабио Шперлинг, Стивен Льюзи, Марко Нойман, Андрош Ковач, Румен Нанев, Умберто Витальяно, Вилфрид Зигмунд Харик и Алексей Хорошинин. Ну, всегда интересна вот такая информация. В турнире продолжает борьбу 10 человек, которые выиграли сателлиты на Покерстарс. В том числе, конечно, и Роман. Ну, 10 человек только за другими столами здесь, я думаю, тоже. Артем Миталиде наверняка победили сателлита. Ой, Марсель Лузский аут. Ну, все, я пошел. До свидания, Макс. Заведай в трансляцию. Без Марселя я не знаю, как смотреть этот турнир. Ну, ты мог бы не говорить, ну, Миш, ну, как бы, ну... Я думаю, что мы потеряли сейчас 3 четверти зрителей. Доли купили у него. Я мог бы тебя подготовить как-нибудь, сказать, что Марсель Лузский сидит на дереве. Если серьезно, как бы я бы вот у Марселя Лузский с коэффициентом 0,6 максимум купил бы долю. Но я без всяких шуток. То есть за 0,8 я бы точно не купил долю. Хотя человек на PCA, по-моему, в трех столах был. И, ну, в общем, очень далеко прошел. И здесь тоже, в общем, вылетел там в четырех столах. Но я вот за 0,8 бы точно отказался покупать у человека долю. Ну, вот Артем Металиди интересный вариант предлагает. Лимпец готов. Вот они эти, молодые реги, придумывающие новые интересные. Толя делает розыгрыши. Толь, ну, не надо, ну... Кстати, просмотрел, как... Ну, даже даже сейчас с моблайнда без карт, вон, опять все равно даже так. А я, кстати, просмотрел, вот, когда так Металиди до 400 тысяч спустился. Просто маленькие банки, да, все. Маленькие, да. Ой-ой-ой, не нравится мне столкновение. Но я в равной степени симпатизирую Артему и Анатолию. Столь, я, конечно, гораздо лучше знаком, больше общаюсь. Но просто, опять же... Ну, зато Артему тебе прическа больше нравится. Ну, да. Тысяча долларов на ровном месте нажил Артем. Как нас накануне здесь Миша Морозов рассказал. Ну, Дмитрий Урас просто сказал, пострижешься за тысячу долларов? Говорит, давай тысячу долларов. Понял, сидели вечером, выпивали, и туристу дал тысячу долларов. И Металиди постригся коротко. Но я сказал, что передай туристу, что я за 10 тысяч готов. Просто в любом случае не нужны, не хочется столкновений между нашими. Все-таки хотелось бы, чтобы они оба раскрутились. Так, получается, что если один выбьет другого, то кто-то из них будет со средним стеком. Но, опять же, шансы гораздо выше, когда двое по отдельности. А здесь вот. Наверное, лучше, чтобы все-таки сейчас все закончилось на флопе. Без руки на месте Филатова не блефовал бы, потому что Артем очень неуступчивый оппонент. И уж он-то прекрасно понимает, кто такой Толи. Еще такую ставку поставил. Ну ладно, хорошо. Немножечко-то фишек Толик передал Артему. Что, совсем не попал, спрашивает Артема. Толик, на что Артему справедливо ответил. Похоже, что ты совсем не попал. Мы, кстати, забыли уже о том, что Стивен Чидвик играет за этим столом и вообще играет в турнире. А он играет, да? Да, но у него просто снова 12 блайнов осталось. Он-то просто ровно ни одной раздачи не выиграл за этим столом. Это вот опять же к разговору. Часто вот-вот, хорошие игроки там. Но если вот совсем не складывается, вот у Чидвика совсем нет никакой ситуации. Но у Чидвика вообще карьера вообще не складывается. Да, я имею в виду в конкретный день. Четвертый стол нам показывает. Вот он, чтец. Да, огромный стэк у Фюнсенройтера. Сколько бы он Аллынов не проигрывал, стэк у него в общем-то не уменьшается. Ну, у Эйнсворта тоже хороший стэк. Да, Таделл с мной вспоминали. Вот у румынского игрока тоже миллион фишек. Ну, правда, миллион фишек это уже средний стэк сейчас. Ты можешь выбросить и читать свою книжку. Ты хочешь, чтобы я выкинул? Я просто сказал, да. Это вот Грек как раз здесь. Мельтиадис Киракидис. Обучая Тима. Мельтиадис, я думаю. Мельтиадис Киракидис. Мельтиадис Киракидис, я как сказал. Ну, неважно, да. Мельтиадис Киракидис. Флоп, король 5-8. Закалировался. Лэш Дройди закрылась. И теперь уже Киракидис поймает черт. Что-то как-то не мое похоже. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ты думаешь, может быть, он 3-бет поти просто поставил. Потому что Фишек не стояла перед Уценройтером. Так что, может быть, он просто в 3-бет поти поставил. И Уценройтер продолжает думать. А все-таки вот вторая героиня, она выйдет замуж за клерка. Я вот Толе Филатову написал красиво, все-таки блеф или Вэлли. И он мне пишет, засранец, угадай руку. Сейчас я вам напишу вариант. Напиши 9-10, трудно. Да там... 8-4, я напишу. Да нет, там. Я думаю, блеф. Фуценройтер выиграл эту раздачу. Как правильно будет валеты или вольты? Валеты, правильно. Два валеты и вот это. Ну, понятно было, что... Выигрывает эту раздачу. Вон он тебе отвечает. Только что ответил тебе. Да? Похож. Да, ответил. Написал NUTS был. Ну, и все-таки 9-10 был, Толе. Больше. У него стек 400 тысяч оставался. В банке было 200. Поэтому я не ставил потёрну, потому что боялся Чикалына. Но противно было выкидывать. Ну, спасибо, кстати, Толе, что вот и наш транслятор с поддержкой. Я думаю, зрителям интереснее смотреть, вот, ну, когда игроки сообщают свои карты. Как вы думаете, кто пройдёт дальше? Джонни Лоден, Антоли или Артём? Не знаю. Ну, зависит от того, у кого больше фишек. Сейчас, по-моему, у Джонни Лодену больше фишек. Говорят, он там сделал кол на двух парах на 4 флэш-доске против вот этого Алиловича. Так что я думаю, что сейчас у него шансы пройти дальше выше, чем у наших игроков. Филатов сделал рейс с котов, и с блайндов, и Гордилио, и Обзеланд зашли. Наш флоп. Да, наш флоп. Ну, вот теперь у нас точно две пары. У Толи либо 10-5, либо 8-5. Смотри, видишь, ну, заманивающий чек. Опять же, ну, сегодня Миша просто в юмористическом ключе. Настроен, на всякий случай, скажу, что нет человека в мире, который на какой-то с двумя парами скажет чек. Ну, то есть, они, конечно, есть такие люди, но… Терн плохая. Флэша у нас нет. В процентах 90. Ну, это хорошо, хорошо, что по-моему, уже ставка и колл, то мы уже просто спокойно выбрасываем. Потому что уж трену Обзеланда точно не заблефовать. Ну, и тут сто процентов, что Обзеланда конь типа нацфлэш раз. Он сыграл колл по терну по третьей трепи. Я думаю, что у него нацфлэш. Не надо. Гордили его, читал их за дверь. Гордили, глифовать не надо. Сейчас проверяем, есть ли у нас туз треп. Туз все-таки чек. Ну, выиграл Ван Обзеланд, хотя флэш у него оказался далеко не нацфлэш. Оказывается, у него просто совпадение еще было, кроме восьмерки. А топ-пара была у Гордили, и он проиграл в маленький банк. Ну, может, конечно, не повезло ему. Расскажите, пожалуйста, про Анатолия Филатова. Раньше я замечал он в таких крупных турнирах. Как он достиг такого успеха в свои годы? Ну, у него в офлайне, кстати, тоже нормальные совершенно результаты. А основное в интернете просто выигрывал очень много турниров. В том числе вот Санды 500 выигрывал, выигрывал в Куб. И Доли, кстати, вот там спрашивали про Доли. Он не продавал Доли на эти турниры, которые он выигрывал. Но у тебя почему-то тут Доли нет. Тут он вроде не продавал, не знаю. Но мне не предлагал. Но, скорее всего, есть Доли. Вот лучший друг Толи Филатова Миша с главы фамилии вылетел. Ну, Карп, это у него ник такой на форумах, а на Покерстарс у них Фейерлок, который тоже выиграл Санды Миллиан. Еще где-то далеко проходил. Вот у них всегда с Толи есть Доли друг от друга, довольно приличные. А так, может быть, да, он не продавал. Ну, Толи, Толи Апстри, кстати, вот был в этом, в этом месте. А, в этом году, в начале года, я помню, там штамповал победы. Ну, такие там, но все равно довольно весовый. Там 40 тысяч в ком турнире выигрывал на Покерстарсе. И Толи очень много играет. Куб, куб, куб в игру в сту. Ну, это было еще в прошлой осени еще было. А в начале этого года тоже там Толи наштамповал несколько побед, и как раз он готов погиблить. Мы рассказывали про Толи Филатова, но, может быть, эфир вы не смотрели пару дней назад. То ли он тут и в какой-то момент начал играть хедзапы с топ-регами. Вот мы вспоминали этого мистера Грини. То есть Толи абсолютно бесстрашный человек, не его дисциплина, сел, но отыграл, там, вел, по-моему, где-то плюс 100 тысяч сначала, закончил плюс 20 тысяч с мистером Грини. Ну, и с другими регами со всеми он там поиграл хедзап. То есть пробует он разные варианты и как раз не стесняется. Поставил быстро All-in с малого блайна Чидвик и продолжает борьбу в турнире со своими 12-ми блайнами. Вскрыть у Артема было не на чем. Ну, вот Артем тоже это онлайн-рег, то есть он очень много играет в интернете. И как так получается, что именно вот, когда в тени не часто я играю сам в интернете, но почему-то все время попадаю за стол с Артемом Металиди. То есть мы с ним играли и в Сателлитах к Эврике несколько раз, и вот в субботу я в рамках тренировки, ну, как уже получается, в прошлую, позапрошлую субботу, в рамках тренировки к этому, к турниру Эврика, который я здесь собирался играть, играл с сессией, и мы на поздней очень стадии в турнире в Викле 6 макс попали за один стол. Ну, мне очень нравится, как играет Артем Металиди, хотя за этим столом, наверное, не спустя, ну, сами видите, что ему не складывается. Да, вот любопытно, что я-то как раз, там очень много у меня рук и с Артемом 205, и с Ромой Тилтом, потому что вот, ну, в этом году я меньше играю. До этого мы с ними садились, вот в одно время начинали сессию вечернюю. Разные люди по-разному стартуют, но и Артем Металиди, и Рома Коренев, они стараются не пропускать. Вот самый первый из достаточно крупных турниров вечерник ежедневных, 265 долларов нокаут, и поэтому действительно, так же, как Илья, ну, Рик, где с нами гораздо больше там, чем Илья, там я играю с Артемом, и это. Вот Артем у нас делает рейс, блайнд-блайнд Пенни. Рейс, блайнд-блайнд Пенни. Вылетел Фабио Шперлинг. С двумя королями выставился против Туздамы Уилфрида Херрига, но, видимо, всю ауру, всю удачу потратил Шперлинг, когда занимал второе место в юбилейной Сан-Демиллион, потому что первой же картой открылся Туз, и Шперлинг вылетел. На 30-м месте. То есть сейчас, на самом деле, уже 29 человек, насколько я понимаю. Важный очень банк для Артема. Защитил ББ против него австриец. В таком флопу, я думаю, Артем поставит камбет. Такая доска, на которой не очень приятно с Тузхай терпеть, без каких-то совпадений. Ну, а Пенни, он играет все-таки очень аккуратно. Неплохо, но аккуратно по карте. Я не думаю, что он тут пойдет флоутить, но вот эту ставку он быстро калирует. В принципе, здесь флэш-дрол лежит. Могут быть какие-то руки, там, гадшоты с пикой. Ну, с одной. Там, например, 9-10. С одной пикой. Ну, хотя Пенни 9-10 с одной пикой мог бы, наверное, выбросить. А может, и не мог. Не так много информации о игре. Ну, здесь сложно рассуждать, как blind на blind, кому эта карта больше подошла. И учитывая, что это blind на blind, то есть, вот, если были бы другие позиции, могли бы говорить о том, что закрылся флэш, но в данном споте мне... Мне кажется, что эта карта в большей степени бланк. Но единственное, что, конечно, у кого-то может быть здесь совпадение с высокой пикой. Там, например, король 8, там, с королем пик. В этом отношении шестерка там определенное значение имеет пиковое. Продолжает ставить Артем. Ну, это никогда не полный блеф от Артема. То есть, как раз, возможно, вот у него рука усилилась до флэш-дро с совпадением. Дай бог. А может и без совпадения. У него может быть рука, там, типа, туз-10, там, спикой, туз-валец, спикой. Может, вот здесь второй баррель поставить, потому что чек-колы играть с такой рукой невыгодно. А вот какую-нибудь восьмерку по Пенни можно попытаться выбить. Может быть, тройку можно выбить. Ну, и плюс полу блеф там. Тройку, я думаю, он выбьет. Тройки не так много. Понятно, что далеко не все тройки он защищает. Можно защищать свою руку. Может, у Артема просто дама. И поэтому, опять же, он просто, да, защищает свою руку. Но я единственное, думаю, что совсем пустых рук тут нет у Артема. То есть, либо это какие-то там довольно... Две карты с крупной и с крупной пикой. Очень важный банк. Не собирается выбрасывать австрийца. Я думаю, что там дама у Австрийца. Ну, или восьмерка у него как раз с высокой пикой. 8 король, 8 туз с пикой. Тоже совсем не бланковая карта. Меньше фишек в банке. Мне кажется, Бет должен продолжить. Ну, опять вот та ситуация, когда совсем выли диапазоном Артем поставит Алын. С блефом, наверное, с недоехавшей картой. С восьмеркой. Блокинг? Ну, если мы это восьмерка не собираемся выкидывать, то лучше тоже стоит. Блокинг здесь большого смысла не имеет в том, что какой мы поставим блокинг, после которого у нас останется 8 блайндов. Он просто чекает. К сожалению. Да, то есть сильные руки у Артема здесь нет. Довольно узко добирает Пенни, как мы видим. Поэтому я думаю, что если он поставит, то либо у него минимум дама, либо полный блеф там, например, флот, который дал какой-то флеш-дро, крупная по реверу. То есть, может быть, наша лучшая надежда, что Артем собирается вскрывать блеф, а у него на самом деле есть какая-то рука. Ну, тут не тот человек, который, например, Тул-Стрик в блеф превратит. Вот, с Тузом-Пик. Ну, и я говорил, что по розыгрышу очень похоже было, что австрийца дама. Ну, можно было просто Аллен объявить. Он так видишь, что издевается. То есть у Артема 225 тысяч... Ой, 270 тысяч. Они не видят точно, сколько у него фишек на самом деле. Да, пустой был Артем. Не совсем не складывается игра на телевизионном столе, но так тоже бывает. А ведь я просто сказал, что я думаю, вряд ли он пустой, но оказывается... Ну, вернее, как. Может, у Артема действительно были руки типа Туз-Валет, Туз-10 с пикой. С Тузом-Пикой. Показывает нам действующего победителя ЕПТ Вена, Михаэля Эллера. Прогуливающегося по залу. А я вот пользуюсь случаем и по просьбе Толи Филатова от Толи Филатову, но и от нас передаю привет его маме Ирине Анатольевне и его супруге Валентине. Соответственно, они смотрят и, конечно же, вот... Надеемся, что и их поддержка тоже поможет сыну сейчас пережить непростой момент в этом турнире. А у Артема осталось 15 блайндов. этим стеком Артем будет дорожить. Да, вот очень обидно, что на ТВ-столе у наших совсем не складывается, но стучу по дереву вроде у других двоих наших, у Ромы и у Алексея, которые не на ТВ-столе, вроде бы все нормально. Да, но, кстати, интересная информация. Вот как вылетел Марсель Лузкин на 31-м месте, он дал рейс. Фюдсен Райтер заплатил на Баттоне. Открылся клоп 10-2-9. Все разномастные. Лузки сыграл чек-кол. Вышла восьмерка, и он сыграл чек-пуш-ал-ин с двумя тузами, но именно восьмерка дала стрит. Фюдсен Райтеру у него были 6-7, то есть нижний гадшот. И уже, ну, как сами понимаете, без аутов выставился Лузкин и покинул турнир на 31-м месте. Закалечили Марселя. 29 спортсменов на поле, брани. Ну, а в какой-то момент нам покажут интервью с Джонни Лоддом. Мы тоже не говорили об этом. Он выбил Мирослава Алиловича. Об этом-то как раз мы говорили, но сейчас скажу точно. На какой-то там безумной доске. Сейчас. На доске 5, 6, 8, 9 дама. Четыре бубны. Он с двумя парами вскрыл all-in Алиловича, и там был полный блеф. И сейчас как раз вот... А почему он сделал этот колл, Джонни Лодден расскажет в интервью, он не знает, когда сейчас прямо мы увидим, наверное, после этой раздачи, может быть, после следующей. Гордилью здесь мало что выбросить на Большом Глайде против Толи Филатова. Если там трэш, он будет трибетить. Если рука приличная будет коллировать, если рука там хорошая, то он будет трибетить. То есть, в общем, понятно все. Опять важное столкновение для нашего Сальваторе Филатена. Но все-таки верю, что шляпа Толи поможет. И шарфик. Стандартный флоп для Канбета. Тузов у Гордилью не так много. Потому что я думаю, сильных тузов он бы трибетил. У нас, правда, тоже с тузами. Да, но сильных тузов, я думаю, Гордилью бы трибетил против Толи. А слабых тузов тоже бы трибетил. Ну, блеф как бы. Продолжает играть очень небольшими ставками. Филатов ставит 45 тысяч, панк 144. Валета, что ли, Толи поймал. И. Ну, двойка треф. Молодец. Миша все-таки возвращается примерно. Ну, не угадал. Постепенно на спортивную форму, но близко, когда десятка, девято. Но, понимаешь, тройка-то не совсем была. Ну, хотя, правда, а, на пятерку же у кого-то и здесь, то и у Филатова. Валет пять как раз, я думаю, золи в этом споте, потому что он потёрну поставил, очень, ставка потёрна была похожа на валета. То есть, что он стоял сам специально, чтобы ему соперник много не грузил по риверу. Ну, а теперь вот валет пять вообще в стрит превратились. Будет ли он здесь с тузом добирать? Ну, на туза не очень похоже. С тузом, мне кажется, то ли больше бы терн ставил. Вот опять в моих глазах вот такой размер ставки на терне больше похож на валет. И именно что. Но то ли кондит по флопу поставил обязательный. Потёрну поймал валет и решил поставить. С валетом просто с валетом он же не станет реверсайд. Безусловно валет пять. Валет пять, валет три. Какие-то такие руки. Ну, с тузом, да, капотёрну мало поставил. Парьеру много. Это уже. Конечно, то ли может быть рукой вот как типа король-дама здесь, да, там. Но король-дама бубновые могут ещё быть. Но от узкого. Король-дама бубей там тоже вписывает диапазон. Мы же видели, вот все-таки с 10-9, но там двусторонки. Это посильнее была рука. То ли, когда вот в итоге стыкнулся на реверу, он мрачекал. Что он говорит, гордильчик сказал, нет? А, мне пока что он колл-скал. Но против то ли туза здесь выбросить невозможно. Что гордильо четвёрка какая-нибудь. Нет, ну не пять, четыре. Шесть четыре какие-нибудь. Хотя понятно, что туз это тоже в костепе в лавке черно, особенно сладный туз. Ну, на самом деле у Толи это была хорошая рука. У него был флэш-дрой ещё. Не, ну это король-дама бубей ещё могут быть. А да, вот такой гадшотик там с флэш-дрой я не увидел. То есть я увидел один гадшот. Ну, наконец-то доехало. И важная очень раздача. А сейчас интервью с Джонни Лоденом про другую раздачу с бубнами. Я играл много с ним вчера. Он пришёл к моему тему. И он любит флопс, ребетинг, и он любит много бубей. И он, в общем, он решил, И я вижу, как он, за первая раздача. И он заставил, как он заставил, и он в том, что он делает большую руку. И я надеюсь, что он был в том, что он был в том, что он будет накладываться, чтобы он был в том, если он был в том, но это не было. Может быть, может быть, может быть, может быть, и тогда вы просто сделаете ошибку. Как раз вот тот, который в ресторан ходил вместе с Мэтт Харпер вчера. И вот он с островов Теркс и Каис. Дело в том, что я с ним играл первый день турнира Эврика. И вот даже по меркам этого турнира, вот за моим столом, он был самый слабый игрок. То есть это, конечно, довольно забавно. Он отличный мужик, очень доброжелательный, дружелюбный. Он довольно быстро вылетел где-то, ну, часа за четыре где-то. Ну, ему там и не складывалось. Он два раза проиграл с Тузами, в том числе и мне, кстати говоря. Но, то есть, играл он, ну, совсем плохо. То есть, ну, совсем начинающий игрок. Как ты переехал туда? Зашел, ну, там маленькие блайнды были. Он сделал ререйс небольшой. Я в холодную зашел на 6-7. Поймал семерочку на флопе. На ипотерну мы сыграли чек-чек, и по риверу пришла еще одна себя. И вот эти люди критикуют Филатова. Но вот здесь Толя открылся с Котово. И да, кстати, у нас лучше рука. А, нет, подожди. Нет, нет, король валет, король валет у Толи. Но он кладет по часовой стрелке. Но я, на самом деле, уверен, что это правильно. Вот, как бы карты лежат по часовой стрелке, вот как бы ближе. Ну, они должны по часовой, но первый должен человек от баттона быть. Короче, нет, ну, там дилера, от дилера. Да, 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 все правильно положили. Все игры у нас дома 10, все правильно. Ну, то есть, все-таки у нас дома 10. Поэтому десятку ловим и... Так, давайте валет ловить Пикова. Пика у нас еще дальние есть. Ладно, давай Туза, Пикова. Валет Пикова слишком нагло. Туз пик тоже годится. Ну, это совсем скучная карта. И на этом раздача заканчивается. Зачем вот дилер паузы? Зачем тянет, я вот тоже не понимаю. Для интриги. Да, Херрид продолжает не вылетать из турнира. Удваивается до 15 блайндов. Зачем тянет, я думаю, что в футбол играют все, а выигрывают всегда немцы. Поэтому просто не надо с ним выставляться. Будем-то играть в шорт-трек. Финишный спорт совершать. Теперь у Стевена Чидлика даже за этим столом самый короткий стэк. Пенни открыл с УТГ. Чем помешал Толе войти в игру первым? Чидлик моментально сдвигает аллын. И я думаю, будет гол, потому что Пенни-то у нас во весь стол не открывает. Случай, но в другой стороны, если Пенни открыл даму валет мастевый, жмок такой рукой открыть. Стэк 10-20. 2-22 это нормально. Почти 14 блайндов. Ну и просто Чидлик же все выкидывал. Нет, он собирается калировать. Так, он. Туз. О, это даже небольшое слоу-ролл. Понятно, что Чидлик, конечно, подкрался с двумя королями, но... Король-дама тоже Чидлик, наверное, пушит. Хотя против Пенни, который мало рук открывает на Туз валет выбросить нельзя. Против 14-пп, 14-пп, 14-пп. Там же все пары, там, семерки плюс, точно там все есть. Да, выкинуть. Вот сейчас мне чувствуется, что Туз придет. Почти Чидлик у нас непобедим, Валына. Туз, мужик придет, но это уже никого не интересует. Согласен. Чидлик действует надежно. И четверку даже для интриги не положит. Четверка Туз дилера полно всегда. Вот видишь, как ты понимаешь, что Туз пришел. Да, видишь, Чидлик, Чидлик, да. Чидлик сыграл до переживания. Да, то есть вот у многих наших людей там, они не думают, как Михаил Семин показывает все вот эти результаты, но, как вы видите, ему это делать совсем не сложно. Общаться на ЭПД с оппонентами не запрещено. А можно ли с игроком на соседних боксах, например, разводить китайские шашки или сыграть дурака? Да, можно. В компьютерные игры, например, вот в игры всякие на iPad, очень часто соседи по столу играют друг с другом. Да, вот. Лив Боретт образвлекались, Джейсон Мерсье на столе. Михаил, какие ваши успехи в последнее время в Амахе Хайлоу? Планируете републиковать вводы по этой интересной разновидности покера? Первое и единственное, которое я смотрел, мне очень понравился. Ну вот меня Алия троллит, я тот ввод записал, вернее, это даже Миша Савинов в большей степени троллит, который мы в совесть вспоминаем. Я его записал, когда, как они говорят, я не знал правил, там не знал, какая комбинация старше. Ну я знал, но просто об этом не думал. Вот. Но первый ввод, когда я записал по подлигам Амахе Хайлоу, у меня там был обстрик, у меня, по-моему, на 100 с чем-то турниров по подлимам Амахе Хайлоу. Ну там вот были очень хорошие на покер-стас турниры, по 109 долларов. У меня там Рой был больше, по-моему, 100%. Я думал, что очень круто играю. А сейчас я уже давно не... А? Где его можно посмотреть? В интернете. Набрать вот Михаила Семина, я думаю, найдется. На одном из покерных сайтов я все время выкладывал, он до сих пор лежит. Я его сам тысячу лет не смотрел. Не, ну какие-то базовые вещи я там нормально рассказывал. Просто потом я сам понял, что тут все несколько иначе складывается. Но с той поры я уже отдельно в подлигам Амахе Хайлоу не играл. Забрал, Толя, еще один банк. Наконец-то пошло получше. И вот как раз об этом нам пишет один из наших зрителей. А, ну сейчас мы увидим рекламный ролик, и после этого я расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok and LexVelvhaus. Get your poker career started today at PokerSchoolOnline. Рабочий стэк, это почти 60 блайндов. Я не говорил, что все потеряно. Единственное, опять же, по-дружески постарался Толя. Ну со стороны порой бывают вещи в идее. 4 бет мы готовим. Ну может нам хоть раз тузы зашли. Такое же тоже бывает. Ну дай бог. Добрый день. По-моему, имея такой стэк в начале сегодняшнего дня, гораздо благоразумнее было бы Анатолию играть тайтовее, а не вступать в розыгрыш со всякими мусорными руками. Как вы считаете? Ирина Анатольевна даже зовут маму Анатолия. Ну может быть, вот нас подтвердит, что он и в юности не был благоразумным. Благоразумие это просто не для Анатолия. И вот еще один важный момент, который многие люди, которые он сейчас критикуют, не понимают. Если бы он играл благоразумно, у него и не было бы такого стэка. Это просто часть его стиля, и это невозможно поменять. Вот, прости, я Максу не дал сказать. Ну и я бы на вашем месте посмотрел на... Если бы вы тут оказались там и так далее. Телевизионный стол, может быть, первый раз там и... Ну на самом деле, если у него такой стиль, у него... Если бы он до этого играл, у него бы не было такого стэка, или я совершенно правильно сказал. Так что... Я надеюсь, что у нас тут же ничего не изменишь. Очень надеюсь, что наконец-то то ли зашли тут же, потому что сколько можно наживать без руки. Ну... Он делает колл 4 бета, 3 бета в колодке. Против Пенни без позиции. Мы в позиции на Пенни, потому что Пенни с малого влайн. Очень интересно. Ну вот это... Оскапа находит нашу диапазону. Но Пенни... Ну не знаю. Две десятки, два валета, две девятки. Не Пенни точно. И у Толи позиция на... Это важно, да. То есть очень тяжело здесь Пенни будет продавить Толю... Ну... То есть даже с тузами здесь тяжело Пенни играть против Филатова. Я не стучаю, что он... Игры не исключаю, что идет в защиту, но... Опять же мы не знаем, может у него самого две десятки просто. Туздам у Толи по 4 бет пас играл здесь. Или просто выкидывал. То есть у Толи, опять же, потому насколько я его знаю, здесь в диапазоне больше пар. А вот именно в десятки, девятки, восьмерки Толи может быть... Ничем мы хотим бланк или девятку. Ну и с девяткой то точно. Девятка, конечно. Два валета бы, наверное, Толи переставлял дальше. Так что, опять же, это наш флот, но главное, чтобы Пенни, у Пенни не было вот... Десяток, старшегося там, ну да. Но причем уже с семерками, восьмерками, вряд ли там, но у Пенни паешь, ну да, девятки, восьмерки, уже Пенни не требовать вам пассионировал просто. Ну все решили, либо бет пас, либо бет алым ков. Либо бет пас. Я надеюсь, что у нас две десятки, но две девятки тоже Толи может так разыграть. То есть, опять же, повторю, что, зная Толи, тут нет рук типа Туз-Валет, Туз-Дама, эти руки были 4П делали. Да, такие руки он бы так не играл, 100%. Ну хотя, две девятки Туз-Дама равнозначные пассивы руки. Ну понятно. Не знаю, мне кажется, Туз-Дама он бы тоже так не играл. В таких стеках. Кто? Что это? В банк 400. Ну вот, единственное, в чем, конечно, для комментаторов, минус, когда Анатолий Филатов, особенно если вы с ним из одного города и вообще с ним общаетесь, конечно, очень нервно смотреть его игру. Да, важнейший банк сейчас. И Пенни двух тузов, наверное, не готов выкидывать против Толи. Не на секунду нельзя расслабиться с этим парнем. Сложная ситуация, потому что даже если бы это не Филатов был в раздаче против австрийца, вот, да, Алыйн он объявляет. Нет, моментального кола жалко. Жалко, жалко, жалко. Эх, с чем же Толя пошел? Ну, видимо, все-таки, Туз-Дамы. Не думаю. Ну, видимо, я не знаю, там, Дама валет, что ли, кинете? Ну, Дама валет, ну, рейс, ререйс. Ну, как можно сыграть колу в большого флайна? Ну, очевидно, что Толя все-таки пошел с какой-то вот... Да, только получил в свои руки Толя рабочий стэк, более чем, и вот в одну раздачу, ну... Ладно, не будем. Самые короткие уже и у Артема методики. Не будем, как бы, вы все понимаете, мы тоже переживаем, нервничаем. Ну, просто Тузов явно там, вот, Тузы короли у такой игрока, как Пенни, здесь, и против нас он не выбросит, то есть... Неудача ситуация мы выбрали, чтобы попытаться переиграть. оппонента с нашим имиджем. Да, опять нужно работать, и вот Ту Толи сейчас 25, даже чуть меньше. 22 где-то блайнда. Опять Гордея открывается. Ну, и вот, кстати, обратите внимание, вот Пенни ничего особенного не делает, играет Тайтово, довольно-таки прямолинейно, строго по карте, очень осторожно. У него миллион 200, потому что... Ну, ему ничего делать не нужно. Он ждет руки, и при том, что у него такой Тайтовый имидж, все равно оппоненты пытаются что-то там сделать, как-то его обыграть. И вот он... С Толи фишки собрал, с Артема немножко собрал. Он сейчас требует от Гордея, может быть, и с него соберет. То есть, идеальная ситуация для Тайтовых игроков, пусть даже прямолинейных, когда за столом находятся вот такие гиперагрессоры. Ну вот, видишь, я не угадал. То ли написал мне, что у него были туздамы мастевые. Все-таки туздамы. тяжело. Да, вы говорили, я говорю, что он не будет туздамы так играть. Мне не нравится вот такой разыгрыш. Здесь туздамы. Вот Павел Митюшкин говорит, что Филатому самому нужен тренер или психолог. Ну, опять же, да, вот Апопалди он на ТВ-стол вчера, когда он там с 300 тысяч или там с 200 поднялся до полутора миллионов, он бы выглядел абсолютным господом богом Бокера. Так что супердисперсионный стиль, как бы он имеет свои, свои, как бы особенности, сегодня, действительно, Артем, простите, Артем, тоже не складывается, но у него красный супердисперсионный стиль. Вот супердисперсионный стиль, он имеет, что кажется иногда со стороны, что человек вообще не ведает, что творит. Ну, просто вот опять же, в этом споте, вот, в таких стеках, и учитывая, как играет Пенни, то с даму надо выбрасывать. Может быть, ну, 4-бет просто, то ли уже по стеку там не очень прорезал 4-бет пасс. Артем, металлит, 228 тысяч. Но с таким стеком может еще Артем попытаться как-то подножить фишек, вот сделал фрейс, то есть это не обязательно, что он выставляется. И просит испанец показать его стек. сегодня праздник внутренних войск МВД, как нам сказали. Спрашивают, как дела у Стаса Алехина, но, к сожалению, он, можно сказать, так, покинул покерное комьюнити, мало кто что-то может о нем сказать. Я не общался с ним уже несколько лет. В последнем, по-моему, с ним некоторые, иногда общался Сергей Робаченко, но тоже давно ничего не рассказывал, к сожалению. За долгое время проведения EPD довели организатора структуру мейн-эвента до идеальной, но я думаю, что она близка к идеальной. Ну, да, я думаю... сделал рейс. Думаю, что он достаточно узко уже с таким стеком делает рейс. я как раз сказал, что это вовсе не обязательно. Артем может пытаться так свой стек поднарастить. То есть, не тот случай. Все-таки ставят небольшую ставку продолжения. А по поводу структуры, я тоже считаю, что уже глубже некуда. Ну, как бы более быстрый нет смысла, потому что, думаю, тоже оптимально. Игрокам всем нравится, но кто приезжает играть именно в мейн-эвент, они понимают, что это нужно играть долго и несколько дней, и вот за эти деньги они получают максимум удовольствия. Ну, а бизнесмены там какие-то очень обеспеченные люди, которые не готовы так много времени тратить, играют в турниры там хай-роллеров, супер-хай-роллеров, которые побыстрее. Профессиональным игрокам, конечно, такая структура нравится, но они опять же те, кто играют в интернете, для них это в большей степени такое отвлечение, получение удовольствия, ну, параллельно все-таки с ожиданием извлечения прибыли. Неожиданно сам собирается ставить гордиле, неужели короля поймал. Нет, скорее всего, у него как раз там дро, и он хочет вот за недорого как бы попытаться увидеть ривер. Вы видите, в банке 152 тысячи, и такая ставка, чаще всего, это может быть, валет 10, может быть, флэш-дро, он не хочет, чтобы Артем здесь и малый, друг, мне кажется, на флаке запихнул его. Может быть, это равно пас, а в другой стране, что же такая ставка, то есть, ну да, то есть, Артем, 161 тысяч, остается, 106, не знаю, я думаю, ну если Аллын сейчас металлити пойдет, я думаю, что, но Артем тоже думает, даже если Артема, тут два короля, он все-таки еще размышляет, есть смысл попробовать добрать с блефа и на ривере, или просто сейчас поставить Аллын, чтобы вот это дро, испанцы здесь не закрылось, но это есть, у Артема-то, я говорил, что в моих глазах Артем может здесь открыться все-таки, и шире, чем обычно люди открываются с коротким стеком, таким как у Артема. Смешно, если у обоих дро, то он дает купить. Ну вот еще, может сказать, туздама-пику, Артема-металлити, и вот он размышляет, как лучше сыграть здесь. Микропокер, школа госуапоссума. Это вот наш один из самых известных игроков, которые в таких стеках вот умудряются. Это как раз просто, что, допустим, если туздама, в обоих дроне закрывается, и на ривере вот, гордили закулит, сейчас 55, и с ничем, медалидия поставит, и заберет банк. Это вот full tilt pro battle сыграл, похоже, раздача Владимир Трояновский, против игрока-любители. И так же просто на ривере его соперник поймал там совпадений, поэтому не выбросил. А у него обоих там дро было. Флэш-дро было у Трояновского, а у того было стрит-дро, и тот заколировал на стрит-дро, а ривере просто поймал совпадения, не выбросил. Видимо, Артем блефовал таким образом, да, но это уж действительно супер микро-покер, то есть к нему пришел, алын, и тут теперь он думает, ну, я не знаю. Но теперь он думает, как часто, объясненно окажется, валясь здесь или флэш-дро. все, колбас. Да, видишь, вот я правильно назвал в свою руку, я говорю, там флэш-дро, ой, ну, а что это за слоу-ролл от Артема? Да, непонятно. Ну, пожалуйста, не надо, не за слоу-ролл наказывать, как бы что ли. Не, не просто. Ну, может, Артем бы выбирал время поставить, то есть вот тоже по каким-то там, ауристическим моментом. И туда. Это важно. Ну. Фу, штанга. Ну, опять же, вот, горделю сыграл плохо прихлоп, а потерну, абсолютно читаемо была его рука. То есть, я говорил, что это, я договорил, либо валет 10, и флэш-дро. Вроде в 14-й блайндов защищать. Ну, да, хотел не стоит. Подешивле купить. Ну, тоже истинный филатовец, только испанский. Но, видишь, хотел купить подешевле, когда соперников зарейзил, он сам себя передумал там. То есть, вот это опять. ну, что ему выкидать флэш-дро? А, ну, ну, стандартная игра, напугался, что он бит. То есть, да, он себя заливелил. Вот, конкретно в этой раздаче, он себя вот спрашивал, просто наш зритель, что такое заливелил. В этой раздаче, правда, без последствий для себя, Артем себя заливелил. Да не, ну, я не думаю. Ну, все равно поставил 90 тысяч, не собирался в акет, стороны не спросил, но он просто, но ты же видел по его лицу, что как ему пришел Аллы, он реально подумал, что он проигрывает. Ну, что он младше. Ну, потому что Артем не сыграет вот в таких стеках мини-донг с флэш-дроа. Артем здесь микро-донгнет две пары или сет, вот именно поэтому ему было тяжело. И он подумал, что там на король 9, неужели тот донг и так? Толи открылся. Второй этап микро-покера у Обзеланда тоже стек небольшой, ну, не ухо-бой там по 23 плави, по 24, ну, примерно пора. Надо уже на вас собрать комбинацию. Ну, понимаешь, мы собрали вот стрит на 5-7, и, к сожалению, потом... Ну, Туздама просто, видишь, вот эта проблема тоже таких игроков, как Толя, который играет тут 50% рук, играет все время на мусоре, и тут ему наконец-то зашла, как говорят англоговорящие премиум игроки Real Hand, то есть даже не премиум, а Real Hand. И он понимает, что 3-бетнул тайтовый игрок, но... Причем без позиций, но Туздам ему так жалко выбрасывать. Ну, что, доехал нам стрит на 7-4? Судя по тому, что чекал две улицы, Толя у него Тузхай был, и по Риверу, я думаю, что его... есть. Ну, здесь Ван Обзиланд тоже не совсем, наверное, понимал, зачем он ставит, в чем такого ставка. Ван Обзиланд точно не понимал, но надо отдать должное Толе, что... Ну, хотя он мог бы и больше выиграть в этой раздаче, на самом деле. Ну, может быть. Он мог поставить конбет, попав в топ-пару, тот бы, конечно, пятерку не выбросил, а поскольку он Ван Обзиланд, то он бы Ривер все равно блехал. Но мне эта раздача нравится тем, что Толя все-таки заиграл аккуратнее. То есть здесь он сыграл по дефолту, на этой стадии, вот в таких стеках он... Ну, даже, пожалуй, аккуратнее среднего, потому что все-таки стандартная игра это конбет по доске. Дама там, сколько, 5-2 был флоп там. Единственное, конечно, если не учитывать тот факт, что он Даму 9 открыл, но он открыл в два коротких стека, и испанца, который, видно было, собирался вставать после проигранной раздачи, уже был перевести дух. Да, нет, открыл он совершенно нормально. Надо было тюрнную девятку, кстати. Нет, Дама 9 же разномастные были. Нет, тюрнную девятку. Дама 9 разномастные, но открыл он совершенно стандартно, на самом деле. В троих двух коротышей и одного человека, который уже ушел за стола практически. Для него это вообще верх диапазона. В целом, с таким стеком Даму 9... Нет, человек там все-таки начал вставать чуть позже, но да. То есть, было ясно, что вряд ли он будет его трибетить сразу после проигранного у два фрага, большого довольно банка. У Алексея Хорошинина миллион четыреста пятьдесят тысяч, у Романа Коренева миллион шестьсот, сообщает Искандер. То есть, у двух других наших по полтора средних стека. Это хорошо. За этот уровень вылетело всего два человека, то есть, игра так резко-резко замедлилась. сейчас ускорится этот процесс. Мы, кстати, еще раз напомню вам, сегодня наблюдаем совершенно точно еще полчаса этого уровня и дали либо два уровня по полтора часа, либо до того момента, как Санкс 16 человек, если это произойдет раньше, чем еще два с половиной уровня игроки, ну, чуть меньше, чем два с половиной уровня сыграют. Просто сейчас же восемь-шестнадцать, а следующий уровень десять-двадцать, и если вот вычистить этот стек Пабло Гордилио в три средних стека, то там глубината будет порядка сорока блайндов, а эффективность стек часто будет тридцать блайндов, и я думаю, на следующем уровне уже побольше вылетит. это будет. Чидвик защитил большой блайнд против Рейза Пенни. Пенни вроде бы заиграл чуть поактивнее, но хотя опять же пока что он показывал все время очень сильные руки. Андрей мне пишет, что то ли ЦБ 25 тысяч поставил. Не, Андрей, но это мы и не спорим, что он ЦБ стал. Я говорю, что Терн то ли не ставил. А, да, я не заметил, что он поставил. Это я говорил, что он не ставил Канбет. Да, и мне показалось, что он не ставил. Он поставил флоп, не стал ставить Терн. Кстати, ставка по риверу от старика из Голландии еще больше, если Ванни чек-чек. Не, не, но блокинг-бет. Но он великоват для блокинг-бет, он там поставил 40%. Ну, неважно, он вообще не... Ну, он понятно, что... Но он, может быть, стускай хотел добрать, то есть определенный смысл есть, но 5-9 разномастные защищать тоже было верхом оптимизма. Против такого игрока, как Толь Филата. Хотел бы подиграть Толь в его стиле. Ну, в общем, несмотря на удачное начало, про Ван Обзеланд у нас не было особых иллюзий. То есть не то, чтобы кто-то думал, что это топ-рек какой-то там. Король Шантеклера. Ну, вот на таком флопе мне интересно, с какой идеей защищал... Флоп калировал Чидвик. Ну, очевидно, что против Пенни, который играет на... Как вот у нас говорят, вот на таких как бы. То есть он не выдержит три барреля там на доске с Пузом и с Королем. Вот Вадим спрашивает про ГСЧ. В ГСЧ в офлайне, в онлайне совершенно одинаковые, Вадим. Так что никакой разницы я не замечаю. Ну, непонятно. Будут ли новые сезоны большой игры? Ну, наверное, нет. Ну, хорош сейчас отрезок. Видите, испанец, походу, так расстроился от этой проигранной раздачи. Вот он не возвращается. Конечно, может быть, ему просто понадобилось по каким-то физиологическим моментам. Ну, там, проголодался, он убежал. Дигитал — это человек, который воспринимает все на уровне логики. Ну, тогда это точно не про Михаила. Не, я интуит. Овик Петросян вновь перепутал. Причем Овик удивительно, что он путает нас с Михаилом уже третий раз. И вновь спрашивает, посмотрел ли я фильм «Подозрительные лица», о котором высокого мнения Михаил. Овик, ну, я не знаю, посмотрел ли его Михаил. Я его посмотрел последний раз, наверное, лет 15. Я его посмотрел первый раз лет 15 назад. Все-таки это я ему советовал. Немножечко обидная для нас ситуация с Ильей вылетел. Наш хороший знакомый, Роберт Хайк. Жаль, действительно. Выбил его Себастьян Триш. Ну, и, кстати, вот Хайк тут рассказал Илье, они в перерыве пообщались, что, оказывается, даже не Туз-2 было у него в той раздаче, если вы помните, накануне тоже микропокер от Роберта Хайка, когда он сделал рейс на 4... Вернее, он поставил 3-бет чип-лидеру стола, и на его 4-бет... А, вернее, рейс, он 3-бет, там 4-бет, 5-бет поставил чип-лидер 100 тысяч, и он из тека там порядка 400 тысяч. Роберт Хайк поставил 6-бет, 155. Выиграл после лоб раздачи на заске стузов. Он 5-бет поставил. Там был рейс, 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 и он... Рейс, 3-бет, 4-бет, 5-бет. Ну, 5-бет. И он 6-бет поставил. Хайк поставил 6-бет. Нет, он был... Он сделал рейс с двумя двойками. И он мне... Я с ним обсуждал только что эту раздачу. Он сделал рейсер и с двойками. А, он 5-бет. Все-таки он был опенрейсером. Ну, да. Да, да, он. Ну, вот. То есть у него там были две двойки. То есть мы... Да, он сказал, что я мог поставить аллы, но решил, что 155 тысяч будет выглядеть сильнее. Вот. Ну, конечно, он был одним из самых сильных игроков, кто оставался в турнире. То есть для наших игроков хорошо, что он вылетел. Ну, а в данном случае там у Хайга оставалось 250 тысяч, не так мало. Ну, видимо, блайнд на блайнд или с баттона. Роберт Хайг задвинул король 10 мастевые, но Триш его закрыл на король валет. Да, обидно, потому что там по флопу было стрит-дро и флэш-дро у Роберта, но, к сожалению, по флопу стрит-дро потёрнул флэш-дро ещё добавилось. Да, ну, значит, у меня ты и в другом месте наверное смотришь, то, что на флопе дама-дама 4, у король 10 вроде нет. Флэш-дро, но стрит-дро, но я просто не знаю, как бы, может, ты в другом месте, видимо, смотришь. там на флопе было стрит-дро и флэш-дро, ты сказал. Я сказал, потёрну было стрит-дро по флопу было, я тебе поправил, что потёрну. Я значит, неправильно оговорился. Но это не важно, Потёрну. Тут мы с Ильей солидарны. Читаем в одном том же месте. Пенни Рейзет, а нет, Толь, да, Пенни Лимпед, Толя Рейзет, Пенни Кол, Блайн на Блайн раздача. Толя очень небольшой рейс дал, понятно, что он такой рейс во соперник не выбросит, что это, желание сыграть с инициативой от Толи. Более стандартно на Лимп было бы поставить там, ну, 40 с чем-нибудь тысяч. 48, 45. Уже не очень приятно, если у нас нет руки, потому что, в принципе, сейчас немало количества игроков стали лимпить тузов Блайн на Блайн. Но у нас позиция, то есть, по идее, лишним мы тут проиграть не должны, и Толя, как мы отмечали, стал аккуратнее играть, все-таки, с небольшим стеком. А может быть, я опять там надеюсь, но вот же у нас когда-то быть сильная рука. Хоть когда-нибудь. Ну, совсем что-то мало стоит. Ну, да, и Пенни такое выражение на лице, должен и такую ставку платить, но стоит. 87 бубей у нас могут быть. Ну, не думал бы, что эти руки резил Толя. хотя ради инициативы. Хотя ради инициативы. Ну, там Туз, А, даже две пары. Мы не узнаем, что Толя было, но я думаю, тут зал Толя не было. Кстати, насчет, кто показывает здесь, по баттену показывал человек. Правильно? Да. Ну, от дилера зависит. Но, по идее, вот с этого сезона точно можно, а с прошлой ПТ вели правило, что все-таки показывает, нет, первый после баттена. Два года назад было правило, что Lastech, последнее активное действие, потом, чтобы, потому что дилеры путались, там еще какое-то было непонимание. Игроки спорили, вели, что первый после баттена. Видимо, 87 Атоли здесь были, я не знаю, 9-7 китов. Ну, можно просто, потому что на ривере уже брифовать нет смысла. Может, поймал шоу-даун. Может, король дама, потерна до шоу-даун. Может, у него король дама были, он попробовал еще, опять же, поставить потерну, может быть, добраться какой-то шестерки, а опять же, если там туз, то понять, что с тузом был соперник сам стоял, ривер оставил больше. Тяжелая ситуация. Вроде вот Толя где-то немножечко... Вот нам сообщает Макс Лыков, что испанец курит, и, видимо, просто ходит курить. Он с ним играл. Уже в каком-то другом турнире. Нервно курит он же. Мог испанец там дождаться перекуры там еще 25 минут. Толя, не надо только колов, пожалуйста. Сейчас уже у Толи вот рестильный стэк. 24 блайнда, 25 блайндов. То есть уже стэк, чтобы на рейзе ставить алыны. Переставляет он Чидвика. Чидвик очень тайтово играет за этим столом, но, в общем, тем не менее, он все равно может скрываться на широком диапазоне. Проблема в том, что Чидвик здесь с двумя пятерками, двумя шестерками точно поставит алын, потому что с этими руками он как бы готов. Но у нас дал может быть два туза. Может быть, это и не проблема, кстати. Ну, да, я имею в виду, что у него такая рука, типа, у нас туздама, а там две пятерки. Ну, да, я имею в виду, что две пятерки всегда Чидвик поставит алын, но он с любой парой готов поставляться на 25-30 блайндов. Ну, Толя очень хорошо сыграл, расширил Чидвик бы здесь. Я думаю, тут здесь какие-нибудь могут запихнуть. Мы видели такой у него раз от Чидвика. Толи сыграно идеально, но Чидвик тоже сыграл нормально, учитывая Толи на имидж. Итак, монетка. Ну, тройка у нас тоже, кстати, аут. Блин. Все. Ну, только тройка спасает. Один аут. Поехали. Жалко. Очень жалко. Но обыграть Чидвика в алынах, когда он ставит за всю свою жизнь, к сожалению, практически нереально. Давайте будем объективны. Толя показал очень яркую игру, и всех нас радовал эти дни. И здесь его игра была яркой, но все-таки не безупречными моментами. И жаль, жаль, что все решилось в этом коинфлипе, но где-то Толя, наверное, мог сыграть иначе и не доводить до такого. Выбывает Анатолий Филатов, как я понимаю, вот, кстати, тоже вопрос на 28-ом или на 27-ом месте, потому что здесь именно на этой отметке пейджам происходит. То есть, либо Толя получает 19 тысяч, либо 22 900. Ну, а Чидвик удваивается и получает в свое распоряжение практически средний стэк. Гордио так и не вернулся. Да, у Чидвик уже больше 50 блайндов, хотя два раза уже в этом турнире он падал до 11 блайндов. Ну, легко быть Чидвиком, потому что ты все равно, когда ты ставишь Алэйн за свою турнирную жизнь, ты имеешь примерно 90% в ходе любой руки. Я, так сказать, люблю как-то иронизировать над тем, что Михаил, как бы там, некоторых игроков там недооценивает, но невероятно везучий игрок, Чидвик, просто действительно невероятно везучий. То есть, понятно, что там бывает абстрик, но у него действительно, ну, абстрик длиной практически во всю его покерную карьеру. Ну, а что касается Толя, да, вот, опять же, можно повторить тот... Тебе доводилось у него выигрывать раздачу? Нет, есть, я вспомнил Кутупаса. Ну, да, но у него короче покерная карьера, поэтому у него тоже абстрик длиной в карьеру. Но она просто короче пока. Просто опять же, кто-то скажет, вот почему Толя так со стыком полтора миллиона играл, надо было спокойнее. Но Илья уже ответил, и Максим сказал, и я к ним присоединяюсь, что, конечно, если бы Толя играл в ином стиле, он бы не набил полтора миллиона. И сегодня, вот он же, помните, и вчера такие сомнительные раздачи играл, там, Бэт Рейс со слабыми руками, но ловил там два аута, позволявшие ему, ну, вот именно конкретные там два аута, может быть, другая карта выходила, он бы не выиграл так много. А именно падали нужные карты, по которым выиграл большие банки. То есть вот в таком стиле, если тебе складывается, то ты просто разрываешь стол и уничтожаешь. Если тебе не идет, не везет, то, ну, соперники квалифицированы, а здесь игроки некоторые очень хорошего уровня. Конечно же, это оборачивает твою агрессию против тебя. Вновь не попал во флоп Артем Металиди на флопе. Валет 8-5. Оставил своих соперников Гордилио и Пенни, обладателей самых больших стеков за этим столом, друг с другом наедине. Ну и вот фантастика, конечно, что Джулиан Херальд, который с 10-ю блайндами играет уже 2,5 часа, занял в турнире более высокое место, чем Анатолий Филатов, который, ну, полтора миллиона у него было, а тогда у Херальда было 115 тысяч. Это покер, как говорят в таких случаях. Знакомый друг Ре говорит, что Писанию отмороженный игрок, и что против него выгодно и легко играть, но результаты его зачаровывают. У него по ПР каждый день заносы, каждый день он проходит топ-3 в разных турнирах. На ваш взгляд, лаговый стиль игры, в котором играет Писанию, предпочтительнее так стилей, или может в пользу Песы подкручивать ГСЧН? Нет, никто ничего не подкручивает, а вот все минусы лагового стиля вы видели сегодня, когда вот Анатолий Филатов, играя в гиперлаговом стиле, ну, собственно, в том, в котором он играет. Плюсы вчера были. А плюсы были вчера. Вот у Писанию, на самом деле, ну, действительно, игрок очень странной игры, очень странного стиля, крайне неортодоксально играющий. Ну, и вот, по нашему с Мишей мнению, тоже игрок невероятно везучий. Ну, и вот пока, но опять же в живых турнирах пока он никаких результатов не показывал, хотя периодически, насколько я знаю, вроде бы он играет в живых. Ну, это мы видели с вами Келвин Андерсона в живых турнирах, где он там был одним из чип-лидеров на стадии двух столов, но тоже вот неготовность переключать передачи. Просто тут же вспомнился Олимпиада, там же Виктор А, Виктор Уайлд, и вот тут же Витюш, как Толли Филатов. Они понимают, что где-то нужно сбавить обороты. Понимают, но не могут. Не могут, не готовы. И вот у Кала, ну, вот Кал тоже тогда играл очень ярко, но несколько раздач ненужных на этой стадии, и вот неготовность именно сбавить обороты тоже стоили Калу Инадерсона вылеты, когда он там что там, на 10-5 поставил там 4-бет, и заколировал Ол-Ин, проиграл вот там процентов 40 стэка. Ну что? А, ну, здесь даже, да, здесь даже, в общем, здесь можно не смотреть. Если бы наоборот, то была монетка, а так, наверное, еще и Туза сразу на флопе положит. Ну, нормально сыграл здесь абсолютно Ван Обзиланд, потому что Чидвик получил стэк, квалифицированный игрок, на столе 7 макс, он будет немало рук открывать. И хоть у нас, да у нас даже полдэк ведь и есть, потому что Чидвик валит 10 открывает, открывает, конечно же. Вот. Так что абсолютно правильно Алл-Ин голландца, но действительно попал в премиум рук. Вот это то, о чем мы спрашивали, почему же то ли Филатову Тузы не зашли. Вот. Ему бы их оплатили. Это огромный плюс лагового стиля. Вот один раз зайдите, то ли Тузы, и был бы у него опять же огромный стэк. Но ему ничего не зашло. А Чидвику даже ничего придумывать не нужно. Ну, единственное, что надо отдать должное Чидвику, он снимает очередной скальп, что у него все в порядке, конечно, с терпением, то есть он никуда не торопился, и там с 11-12 блайндами спокойно выбрасывал карты в пас, на слабых руках ничего лишнего не делал. Но, опять же, везение еще и в том, что ему в нужный момент зашли два короля, когда у соперника были туз валет. Потом он выиграл монетку на все свои фишки с двумя пятерками. В ситуации, в которой далеко не каждый игрок, хотя против Толи Филатова большинство поставили Алын с двумя пятерками в этой ситуации, просто потому, потому что Толи себя показал, как игрок абсолютно отмороженный, вот, и, ну вот, выиграть эту монетку надо, ну и тут же заходят два туза, и он выбивает еще одного игрока. То, что я называю пуре скилл. Ванеса Селф не участвовал в ЕПТ-Вене. Какие игроки являются для вас вдохновителями и примерами? Вот, Макс, у тебя были, хотя бы в начале карьеры, кто-то, кто тебя вдохновлял и был для тебя примером? Не знаю. Для нас Дака нет авторитета. Пять человек у нас за столом, поэтому пока не раздают. Где вы смотрите информацию по другим столам во время эфира? Ну, на Poker News, плюс какую-то информацию нам присылают в чат. Но вот интересный вопрос. Кстати, как Максим на него ответит. Играю в стабильный плюс. Для меня Poker работа, но бывают такие моменты, что мне не хочется садиться играть, хотя я понимаю, что это моя работа. Как от этого избавиться? У тебя бывает такое, Максим? когда не хочется садиться, не надо садиться. Никогда. Потому что это уже будет действительно превращаться в работу, и ничего хорошего из этого не выйдет. если не хочешь садиться, найди там сериал, фильм, посиди, отдохни, сходи в кино, завтра поработаешь, ну, подольше, не знаю, если хочешь. Но когда не хочешь садиться, садиться не надо. Ничего хорошего никогда из этого не выходит. Это 100%. пароль к фрироллу сегодняшнему Штраус, ну, Страус. Страус, ну, понимаете, фамилия австрийского величайшего композитора читается по-русски как Штраус, но пишется Страус с двумя С. А может, это Страус был. Даже, видишь, 5 макс стол все-таки сказали, ребята, играйте, видимо, кого-то сейчас пришлют. И Артем Металиди открывается с УТГ, трибетит его Гордио. Ну, я не разу отмечал, что очень выгодно вот так трибетнуть короткий стэк. Мы тратим 76 тысяч всего. Гол. Ну, Артем уже показал, что он готов играть в микропокер. Да, но не знаю. Знаешь ли, что Артем здесь два туза всегда? Да нет, конечно. Валет три. А, ну, в принципе, у него больше 20 блайдов. Да, у него 25 блайндов ровно было на начало раздачи. Да, тогда чуть шире диапазон. Быстрый чек-чек. Значит, есть у Гордилиева рука. Как он уже показал. Ну да, у него была такая раздача, но там у него было как бы на доске король-король 10, туз 10. Здесь у него вряд ли туз 3. Ну, две восьминутки десертки. Может быть, да. Вынуждает глифовать. Не, но мне кажется, Артем, это тоже что-то должно быть. Он ставит терн. Сто три тысячи, по-моему, сто две или сто три тысячи. то есть, увеситая такая ставка с учетом стека. То есть, мне кажется, если бы совсем ничего не было, у Металиде он бы поставил, ну, 1065, как бы. Напрягся. Один раз заобнил уже Артем соперника. Ну, тот самому помог. Кол. Ну, по риверу проходит уже у Металиде Алым, если он хочет его ставить. Пролезает. Более чем. Мне кажется, ты чекнул. Ну, ну, у кого из нас две дамы? Трудно сказать. Не, две дамы, наверное. Ни у кого-нибудь. Я не так, кажется, никого. Собирается ставить Металиде. Гордили уже чекнул. Мы без позиции. мы без позиции. Там, если стоит, то только Алым, по-моему, один большой блайн был, по-моему, в этой раздаче, я так понимаю. Да, в прошлой же раздаче вылетел. Обзил он. Так что, один большой блайн был в этой раздаче. Что, кстати, снижает вероятность, что лайтовый был рейс с первой руки. Кстати, без позиции Артема уже будет калировать 3б, я думал, что он в позиции. То есть, у Артема здесь уже гораздо диапазон кола 3бет. Сейчас, мышь, исполняем два туза здесь могут быть. В таких стеках. Ну, с таким его стеком. Долго уже довольно думает. Металиде. Интересная ситуация. Действительно, очень, ну, трудно положить диапазон, как бы, потому что все равно нестандартная игра, как-то с астеком 25 блайндов без позиции заколировать 3бет. Такую ставку больше половины своего стека. 225. Так там неправильно астек почитан. У него за спиной еще у Артема... То есть, у нас неправильная информация была. Вот он ставит сейчас 225, а у Артема там за спиной еще там сколько-то с чем-то тысяч. Ну да, по идее, получается, что это весь его стек должен быть. А на самом деле у него еще как минимум 150 тысяч есть. это опять же меняет его несколько диапазон гола 3б. это уже хорошо, как бы, чего? Значит, нету тузов, нету валета. Да. Ну, какие-нибудь десятки, возможно, девятки. Туз-король могут быть. Резервный он достал там, потом как бы плавающий стык. Да, привезли Артему еще фишек, сказали, ладно, раз ты хочешь 225 тысяч ставить, дай тебе 420. Кстати, тогда и в предыдущей раздаче, вот это вот, когда он сделал рейс 90 тысяч, это выглядит намного более разумно. Я просто тоже удивился, когда он видел, вот только выигрывал Горгиле большой раздач, а потом через несколько круг смотрю, Артем 440, здесь 25 тысяч ставить, дай тебе 420. Кстати, тогда и в предыдущей раздаче, вот это вот, когда он сделал рейс 90 тысяч, это выглядит намного более разумно. Я просто тоже удивился, когда он видел, вот только выигрывал Горгиле большой раздача, а потом через несколько смотрю, Артем 440. Я подумал, что видимо, опять что-то пропустил, не стал об этом говорить. Ну, извините, да, что мы, мы ориентируемся на те цифры, которые у нас на экране, нам просто, ну, не хватает просто времени, чтобы еще смотреть на раздвижки, по 25. То есть, желтый столбик весь 500 тысяч. Кто-то время попросил засечь, кто-то сидящий слева от Гордили, то есть, либо Чидвик, либо Металиди. То есть, желтый столбик весь 500 тысяч. Кто-то время попросил засечь, кто-то сидящий слева от Гордили, то есть, либо Чидвик, либо Металиди. Ну, я сомневаюсь, что Чидвик бы здесь попросил время засечь. Анатолий Филатов ворвался и сразу напал на какого-то мужчину. Да, кстати, вот хотел отметить, что, ну, конечно, но мы сейчас только там даже, когда вот там вылетел, бездарно сыграв, ужасно, но я шучу. Когда мне сложилось и обидно вылетел, он все равно в отличном настроении пребывает, гуляет такой же веселый, как его. Я сильно сомневаюсь, что Анатолий сейчас в отличном настроении, даже нормально. Вполне нормально. да, действительно, только, наверное, сейчас просто будет огромное количество, я думаю, вопросов к тебе от зрителей, поэтому после перерыва, я думаю, у нас трипс валетов, мы добрали по риверу 225 тысяч гардильо проплатил, так что сегодня, сегодня, Анатолий Филатов будет сказано, все-таки тайташи как-то сегодня им везет больше. Я думаю, что Артем засек время, и это вот такой прием против не очень опытных игроков, потому что когда ты очень хочешь получить колл, ты говоришь вот после каких-то размышлений тайм, игрок сам себя левелит, он начинает слиться. я никогда в жизни никому не засекал время, а вот Толя, пока ты поставил время, мы просто не, ты поставил когда по риверу, но это Анатолий поставил Пенни вот время, потому что он тоже хотел получить колл, но это Толя пояснит, это действительно я прием не раз замечал, против профессионалов это не работает, но тут по крайней мере элемент левинга, а против игроков вдруг не очень много опыта, это обычно действует как красная тряпка, ты засекаешь время, и у них сразу ассоциация, так, они хотят, чтобы я меньше думал, они хотят, чтобы я бросил карты в паст, тогда я колл, то есть они мне назло это делают. Еще раз, многие уже не сначала подключились, в гостях у нас Максим Фомин был на протяжении сколько уже получается четырех с половиной часов, в основном кэш игрок в Амаху и в лимитные игры, ну в меньшей степени больше все-таки в Амаху. Широко известный на форумах как Nasdaq и почти на всех сайтах забаненный пожизненно. Кроме одного сайта, на котором тоже его около 20 раз хотели забанить, но и у него там есть влиятельные сторонники. Новый игрок Мурарио. Да, Дэна Мурарио из Румынии перевели. Я думаю, что как раз после перерыва я думаю, что Максим уступит место Анатолию. Так что вот можете уже готовить свои вопросы Анатолию Филату. Я думаю, что мы пусть нам ответят этим людям, которые там почему он так плохо играет. Это же вообще псор. Да, тоже присоединяюсь к Илье, задавайте вопросы как раз к этому моменту через 20 минут мы долистаем до этого места и вот вопросы, ну или какие-то там может быть слова благодарности или критики Анатолия Филатова можете тоже написать Илья с радостью. Особенно вот критические высказки зачитать. Ну нет, на самом деле перебарщик не надо все-таки не забывайте о том, что человек только что вылетел из одного из крупнейших турниров в своей карьере, поэтому... ну одного есть. Играем хедзап со слабым оппонентом. Как вы думаете в большинстве случаев выгоднее, если он доброжелательно настроен или если он зол на нас? А это, кстати, зависит от вашего стиля игры. Если вы много блефуете, то лучше, чтобы он был доброжелательно настроен, то есть тогда вы будете много банков забирать, он не будет вас скрывать и так далее. Вот, а если вы играете например, такими крупными мазками, добираете крупными ставками, то лучше пускай он будет зол и будет все время таскать как бы. Но ты, когда хедзап с кем-то играет Максим Фомин, то соперник всегда на него очень зол. Мне кажется, в любом случае лучше, чтобы доброжелательно был настроен. То есть ты в своей, как бы, ты на словах противоречишь тому, что сам делаешь. Можно ли скрывать эмоции от оппонента, положив голову на стол, укрывшись капюшоном? Ну, можно. Можно. нужный иногда даже. Опять Херальд выигрывал. Да, ну, Херальд это вечный, вечный участник этого турнира. Я думаю, что он и на финальном столе с двумя большими блайндами будет сидеть, как ни в чем не бывало, и смеяться над Анатолием Филатовым в его розовых брюках и очень такой оригинальный, я бы сказал, рубашки. Кто, по вашему мнению, самый невезучий игрок на серии ЕПТ, но все равно считает этого человека хорошим игроком? Ну, конечно, Анатолий Филатов. Илья самый пёртый игрок. Илья Городецкий, ну, мне жаловаться на ЕПТ. Ну, на самом деле, в 2009-2010 году, когда я сделал основные кэши, я думаю, что я очень прилично бил поле, потому что тогда играли ну, совсем. То есть, тогда вот были такие прекрасные столы, где не было таких, как Анатолий Филатов, где просто ты делал рейс три раза подряд, и в те три раза все качали головой и выбрасывали карты в баске. Что ж такое? Как же может одному человеку так вести? Ну, как понимаете, вот в этих турнирах, которые Илья рассказывал 20 лет назад, он играл, он уже был такой боротой до пола, и поэтому его имидж, конечно же, работал на него. Все дубли, дедушка, третий рейс подряд, опять зашли. Полторы минуты, и я думаю, все-таки одной раздачей мы ограничимся. Как раз вот ноту, я не буду больше ждать вопросов, потому что Анатолию Филатову, видимо, как раз в это время он сыграл какую-то очередную яркую запоминающуюся раздачу, так что вот после перерыва, который буквально через минуту начнется к нам как раз Анатолий присоединится, и все эти вопросы мы обязательно ему переответствуем. Ну, кроме тех, где вы говорите, что он глупый фиш, там, так уж мы не будем с ним сурово. Это мы обязательно распечатаем и дадим Толе, чтобы повесил сейчас дома на стену. Да нет, спасибо ему еще раз за красивую игру, зрелищную, в принципе, я думаю, он станет новым кумиром у тех, кто раньше понател от Ведовика Гейля. Ну, правда, надо признать, что Ведовик Гейля дальше проходил. на турнир, все еще будет спереди. Да, ну вот, молодежь оптимистичная, вот такие, как Анатолий Филатов, Максим Памин, они верят, что будут еще шансы, вот Максим сейчас говорит, что будут еще доезды. Будем надеяться. Я в этом и верю. Я думаю, что, кстати, в следующий раз, когда Анатолий поймет, что он далеко пройдет турнир, он просто вызовет Валентину, и Валентину будет сидеть неподалеку от стола и контролировать его. Бейсбольные биты, я не знаю, с чем он нужен. Слишком волнуется, говорит Анатолий. Ладно, в следующий раз я уйду, буду стоять рядом и бить по рукам Толю, каждый раз сказал, хочет рейс сделать. Или сквиз на Даму-6 разномастный. Всем спасибо, уступаю место Анатолию. Да, а мы уходим на перерыв, это была последняя раздача. Спасибо Максиму Фомину за участие в нашей трансляции. Ну, а мы после 20-минутного перерыва вернемся и будем смотреть ЕБТ Вену. В игре остается 26 человек, среди них один россиянин Роман Коренев и два представителя Украины Артем Металиди, который только что выиграл огромный банк и теперь у него аж миллион фишек, то есть у него снова все в порядке со стеком. И Алексей Хорошенин. Пока отдохните 20 минут и не засыпайте, все-таки в Москве и в других городах еще не так поздно. Субтитры создавал DimaTorzok